Привет всем, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий, у нас продолжение хаос флиппера, и в этом задании мы, естественно, тоже продолжим записывать, 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 проходить задание, которое у нас есть на почте. Николай Оболев, реновация дома. Здравствуйте, после смерти моей любимой жены я продал наш старый дом, который напоминал мне о ней, и решил купить новый. Он нуждается в восстановлении. В нем надо прибраться и установить батареи. Да, работы много, а у меня самого нет силы сделать такую работу. Я хочу как можно скорее уехать из старого дома, само пребывание в нем для меня слишком болезненно. Но прежде чем я смогу из него уехать, новый дом должен быть готов для проживания. Вместе со мной в новом доме будут жить две дочери, покрасть комнаты, в которых они будут жить, в светло-голубой цвет. Это их любимый цвет. Пожалуйста, поспеши с ремонтом, Николай Оболев. Ну, в принципе, мы поспешим сейчас с ремонтом. Серия выйдет, опять же, повторюсь, минут на 40-45, чтобы не задерживать ни меня, ни тебя. И если ты до сих пор не подписался на канал, обязательно это сделай. Мне кажется, мы уже делали ремонт в таком доме, нет? Вот. И, короче, давай, подписывайся, ставь лайк обязательно. Для тебя не сложно, для меня приятно. И всем сразу становится хорошо. Действия с наших сторон, как бы, с твоей стороны минимальные, с моей стороны максимальные. Я делаю видео, а ты ставишь лайк, естественно. Ты же зашел посмотреть, что тебе сложно нажать на кнопочку. Нет, конечно, тебе не сложно. Так что, давай, ставь быстрее и начинай смотреть. Много здесь, как всего делать нужно будет нам с тобой. Как бы на всю серию этим домом мне это не обойтись. Хотелось бы все-таки и не одно задание выполнить. Угу. Ну, в принципе, в принципе, думается мне, что мы сейчас сделаем все быстро. Давай начнем вот с этого. Очищаем грязь и отмываем окна. Ой, какой блатной у нас вытиральник-то, смотри. Очиститель для окон вообще классный. Красивый, синенький такой. Так, грязюк, грязюк, грязюк идёт здесь. Ёш, отвык от этой игры-то. Представляешь? Я отвык от этой игры. Я уже прям привык к кукинг-симулятору. Начал привыкать к кукинг-симулятору и к рафту. Вот рафт у меня уже прям всё в голове. Правда, хоть я его и прошёл, естественно, с тобой вместе. Как бы я без тебя прошёл эту игру. Но всё равно, у меня к крафту прям только-только-только привычка появилась. Если я буду заговариваться или ещё что-то ещё такое вот подобное, то есть забывать, что делают, ты особо сейчас на меня не ругайся. Я прям себя чувствую, что-то как-то очень не очень хорошо, поэтому так получится, получится. И вроде как видео должно выйти 5 мая, поэтому если это видео вышло 5 мая, значит, сегодня будет стрим. То есть 5 мая будет стрим. Должен быть стрим. Но по традиции заходи в эту, как её называют, на мой канал. Часиков в 7 вечера по МСК. И смотри анонс. Есть ли там, как это называется, запланированные трансляции или нет. Если есть, обязательно заходи на трансляцию, будет весело. Может, не будет весело, но должно быть. Там гусь должен быть. Гусь. Симулятор гуся. Может быть, кто-то в него и играл уже. Не то, что кто-то, наверное, много уже кто в него играл. Но я не играл, поэтому заходи, посмотри. Поддержи. Поставь лайк в конце концов. Не так сложно это сделать. Да, да. Я сейчас начал делать, точнее, начал делать. Начал отмывать весь дом сразу. Не по комнатам пошёл, а сразу. Потому что я считаю самым продуктивным и самым логичным способом уборки и починки дома, когда ты, как это называется, сначала везде грязюку вымываешь, а потом уже начинаешь красить стены, мыть полы, ой, мыть полы, мебель чинить, мебель устанавливать какую-то и ещё что-то такое делать. Так, погоди. Сейчас микрофончик прям чутка подвину вот сюда, чтобы он стоял где-то примерно посередине. Вот так. А то он стоит как-то где-то, ну, чуть-чуть неровно. И меня это бесит. Ужасно бесит, блин. Ой, такс. Ну, в целом-то уже почти всё отмыли, так что сейчас начнём уже красить стены. Красить стены, класть полы, устанавливать кровати и всё подо... Так, где грязь? Где грязь? Вот подоконник? Нет, не подоконник. Обманывайте меня. Какие подоконники? Где-то здесь было, короче, понятно. Я нажимаю, мыть окно, а он не нажимается. Опа! Красота. Чистенькие окна, это здорово. Через них даже солнце больше попадает. Проходит. Блин, мне нравится вот эта вот щёточка, она очень хороша. Она реально очень хороша. Ну, как ты понял, мы идём прям по уборке сначала, а потом уже по окраске, по починке, по расстановке, по покупке этих, мебелины всякой и тому подобное. Так, опа. Это открой, 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 мне не нужно. А здесь окон нет. Где ещё нужны были окна? Нигде больше окон нет, я так понимаю, да? Ну да. Начнём, знаешь, с чего. Вот, вот с этих окон, как я их мог пропустить. Так. Так, 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 так. Красота. Вот теперь наверняка нет ничего. Установить устройство в батарее. То есть в этой комнате только батарея нам нужна. Блин, ну а кто ж такую батарею-то сюда поставит? Здесь батарею-то поставить будет трудно. Точнее, батарею-то поставить легко. Сложно будет потом прилепить туда диван. Потому что батарейка будет мешаться. Это я уже знаю. Тут даже шторы не ставятся, не вешаются, если тут висит батарейка. А уж о диване речи быть не может. Ну да, хотя... Хотя, ну блин, ну явно меньше стало места и дискомфортно как-то. Я бы ещё вот эту вот хренату помыл, а то она какая-то тоже грязная. Так, здесь тоже... А, здесь ещё окно. Ой, чуть окно не пропустил. Ну как же его пропустишь, оно в заданиях висит. Батарейка. Батарейка. Батарейки я люблю устанавливать. Батарейки это весело. Они быстро устанавливаются, быстро прикручиваются, а задание выполняется. Тем более с нашей скоростью установки тут вообще всё мгновенно происходит. Так, вот этот угол дома мы уже закончили. Так, закроем-ка вот эту дверь... Нет, откроем-ка эту дверку, только в ту сторону. И пойдём вот в эту комнату. Закроем её и начнём. В сонную синеву покрасить нужно стены. Большой, естественно, банкой краски, потому что, ну, по несколько раз мы с тобой не покупаем ничего. Лучше продать потом эту банку, если она останется лишней. Кстати, у меня там очко умений. Очко умений было. Умения. Уборка быстрее, выбрасываю мусор в пределах. В смысле? Давай вот это прокачаем. Да в любом случае всё прокачается. Какая разница вообще? Прокачиваем всё подряд. Всё полезно. Как мне начали вначале писать, когда я начал только проходить этот хаус-флиппер. Вот, надо тебе вот это прокачивать, надо вот это прокачивать. Ребятки, да здесь всё в любом случае прокачается. Как бы вы не хотели. Так что от очерёдности особо какого-то смысла... Ну, прям какого-то какого-то нет смысла. Так что... Ну, вроде как. Как делается что-то. Делается и делается. Прокачивается и прокачивается. Да, может быть, вот эти умения, которые вы мне советовали, они реально не помогли. Вот, например, экономию, да, надо было в самом начале прокачивать по... Ну, как бы не сильно она прям экономит, но экономит. Она экономит время. Она не заставляет нас каждую минуту, каждую секунду тыкаться в эту банку с краской, чтобы наполнить, наполнить эту валик этот. То есть она экономит нам время в большей степени. То есть тут в деньгах, как мне уже сказали, проблемы особой нет. Но проблема есть вот в этом вот моменте вот тыканье. Всё время туда-сюда, туда-сюда. Не нужно бегать. То есть получается вот мы одним валиком всю стену раскрасили. Всё, видал, да? Как много сразу покрашено. Так, 89... А, эти ещё надо покрасить. Как мне сказали, из двух секций состояла раньше вот эта вот вертикальная полоса. Но если бы она ещё из двух секций состояла бы, мне кажется, я бы здесь убился быстрее бы. Так, установить устройство батарейки. Кровать нужно... Так, продать вот эту ерунду. Батарейку установить. Где-то... Ага, угу. Батарейка купить сейчас. Вот так. Как вы можете заметить, в моих действиях пропал немножечко перфекционизм. Я особо не смотрю сейчас ровно-неровно. Ну, хотя вот это ровно повесилось. Потому что на это время уходит очень-очень много. А у нас его с тобой очень-очень мало. И чтобы всё успеть, нужно... Так, обоснованный матрас мы не будем ставить, естественно. Светлую кровать. Давай вот грецкий орех купить сейчас. О, неужели я попал в цвет к полу? Неужели? Это радость. Ну, давай будем спать вот где-то здесь. Точнее, не мы будем спать, а вот кто-то будет спать где-то здесь. Так, здесь ещё что нужно сделать? Стол для компьютера, шкаф, комод. Ну, стол для компьютера, естественно, тоже в грецкий орех можно? Почему можно было... Почему нельзя? Ну, пусть будет сапеле наш любимый цвет. Ну, пусть будет вот здесь вот. У окна, чтобы было светло, чтобы было здорово всё. Чтобы глаза сильно не напрягались. Белый стул к белому этому... К белому... Белой кровати. К белому матрасу. Шкаф тоже будет под... Нет, нет, под цепеле. Купить сейчас. И будет он стоять, наверное, в углу, потому что шкафы должны в углу стоять. Вот комод можно посерединке подставить. Купить сейчас. Комод можно пристройкой просто к компьютерному столу прилепить, чтобы можно было туда ещё грязь какую-нибудь скидывать, на всякий случай, если места на компьютерном столе не хватит. Установить устройство полотенцесушитель. Это вот сюда вот прилепить нужно. Ага, хорошо. Давай прилепим. Как мне изначально говорили, что эта игра не для того, чтобы торопиться, а для того, чтобы наслаждаться. Мы сейчас, если ты хочешь мне сказать, торопимся, не торопимся. Мы сейчас с тобой делаем всё размеренно, аккуратно и по инструкции. Просто сильно медлить тоже не нужно. Сильно медлить — это не про нас. Нужно всё-таки соблюдать баланс между медлительностью и этой скоростью. Нужно, конечно, делать всё размеренно. Нужно, конечно, всё... Оп. Нужно делать всё, конечно, обдуманно, но не настолько уж обдуманно. Опа, что это такое? И королевская синева. Не, а если я хочу просто в королевскую синеву покрасить? Я не хочу в серость красить всё. Дай маленькую баночку. Точнее, опа, я вижу. Половину пополам, что ли, красить? Ну, давай пополам покрасим. Ладно. Так и быть. Слушай, красота какая. Мне нравится этот цвет. Он прям реально хорош. Он прям красивый. Я, кстати, держу тебя в курсе. Я сегодня поспал в обед аж целый час. И у меня почти... Ну как? Почти. Я почти выспался. Я, конечно, только начал спать, можно сказать, за эти полтора часа. Но я всё же немного отдохнул. Хотелось бы, конечно, немножечко ещё поспать. То времени у меня было совсем мало. 45% покрашено. Так, это что такое? Я наружную стенку тоже покрасил, что ли? Молодец какой. Угу. Угу. Так, ну вот это будет синяя, а внутри будет серая. Вот эта вот часть. То есть ты заходишь в комнату, смотришь красиво всё, а вот здесь всё серое. Ну да, примерно так оно и будет. Удалить. Удалить и купить серую краску. Она прям такая неприятная. Прям серая-серая. Прям такая грязная. Ну что поделаешь? Сказали покрасить, значит покрасим. Прям цвет грязи. Кто такие стены себе хочет? Серую стену. Даже не серый. Ладно бы это был просто серый цвет. В подсобку даже такой цвет не хочется себе мазать на стены. А тут просто в комнату в жилую берёшь и мажешь. Не знаю, какой-то нездоровый интерес у человека. Может быть он хочет, не знаю, рисовать на стенах. Хрен его знает, это дело не наше. Батарейку. Батарейку вешаем. Батарейка, батарейка. Оп, купить, купить. Так, подожди. Вот так вот. Угу. Так, так, так. Ну, полу... Крутись ты. Ага, ага. Угу. Всё, ровнёхонько. Двуспальная кровать. Вот двуспальную кровать куда сюда засунуть? Не знаю. Естественно, сапеле. Палисандр нет, он очень тёмный. А вот сапеле самое оно. И, естественно, ставим её... Блин, вот окно криво. Окно криво стоит, и, естественно, нам... Вот так пусть будет, вот здесь вот. Здесь можно подойти? Нет, нельзя подойти, ну и ладно. Шкаф, двойной комод, стеллаж под сапеле тоже купить. Поставить его вот... Нет, нет, сюда не поставишь. Вот сюда вот надо его поставить, стеллаж этот. С книжками, скорее всего, он будет стоять здесь. Хотя тут уж как знать. Может, он туда будет коллекции этих... Фигурок лего поставлять. Поставлять. Ставить. Грецкий орех не цепеле. Купить. А что это вообще такое? Ух, не креда себе, какой огромный шкаф. Нет, такого сюда шкаф не влезет. Вот сюда надо, наверное. Это шкаф купе, что ли, или что? Ну, получается, да, и он, блин, огроменный. Он реально огроменный, прям как гроб здесь стоит. Так, ну и давай вот этот комод тоже под сапеле. Ну, то его можно было бы вместо батарейки сюда залепить, но нет. Он уже не влезает. Какая-то громоздкая очень комнатука получается, грязная и громоздкая. Не нравится мне она такая. Так, и что? Сколько там нам осталось? Что делать-то? В комнате еще покрасить в сонную синеву и в ванной комнате повесить с полотенцесушитель. Естественно, сейчас это... Так, это мы закончили. Это закрыть. Здесь полотенцесушитель закончился тоже, сделали. А вот здесь, здесь тоже все сделано. Погоди. А, во! Закрываем. Вешаем сначала батарейку, чтобы потом не думать. Так, 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 так. Красим в синеву. Наверное, эмки будет нам хватать сейчас, потому что я что-то в самом начале взял и большую купил бутылку, а потом больше половины продал. И сейчас не вижу смысла покупать большие бутылки. Естественно, нам хватает средненькой. Я думаю, может, маленькой даже хватило бы, но... Но... Да сядь ты. Зачем-то я встал на банку с краской и сажусь. Глупо. Глупо, глупо. Ну, а что поделаешь? Вся наша жизнь это глупость. Просто сидишь и глупишь. Зачем глупишься? Зачем сидишь? Вообще непонятно. Что делаешь? Хрен его просыт. А вот, ну, что-то происходит же вокруг. Весело, блин. Тички поют, солнце светит. Еще что-нибудь там происходит. Не знаю. Там жуки ползают. Кошки дерутся на улице. Вот это красота. Вот это я понимаю. Микрофон-то включил? Хоть молодец. А то я могу разговаривать. Я тот раз уже записывал. Я, по-моему, рассказывал такую историю. Сижу записываю. Полчаса прошло. Смотрю, микрофон выключен. Ну, а что бы нет. Никто от этого не застрахован. Парапарам-пам. Говорит. Парам-парам-пам. Туран-туран-туран. 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 Ага. Продаем. Кстати, больше по банке опять осталось. Так, че, я прям опья. Опья. И пять секундочек. Прям перерывчик. По традиции. Кофеечку. Так, кроватку. Кроватку, естественно, мы ставим. Нет, это не то. Темный дуб. Грецкий орех. Купить сейчас. По образу и подобию той комнаты делаем. Вот сюда вот ставим кровать. Да? Да. Вон туда вот компьютерный стул. Наверняка, да, он нужен. По цепеле. Купить сейчас около окошка, чтобы было светло и не темно глазам, чтобы они не напрягались. Ставим туда же офисный стул белый под матрас. Ага. Вот сюда вот. Смотрим. Под шкаф тоже по цепеле. Да поставь ты его сюда вот. Ай, блядь, не влезает. Аппа, блин, не влезает. Представляешь, не влезает. А комод куда-то поставить нужно будет. Это чтобы... Кстати, а может он влезал? Просто он по глубине не особо влез. Да пофигу. Это чтобы было страшно детям. Плохих детей будут отправлять вот в эту комнату. Это как карцер получается. Он будет спать, и его будут пугать монстрами в шкафу. Он будет просыпаться каждую секунду ночью, или вообще не соснет. Ну, короче, это такая история. Не обращай внимания, я просто брежу. Давай поставим вот сюда вот. Так, а может быть вот сюда так же, как и там? Да, он сюда влезает. Это хорошо. Где-то что-то я не доделал. А, вижу. Вижу, вижу, вижу. Вот, полотенцесушитель. Так, 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 так. Ни хрена себе. Так, ну, наверное, вот сюда вот куда-то надо повесить. Нет, вот... Да-да, да, вот сюда вот. Так, 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 так. И так, и вот сюда, и вот так, и вот так, и закрутить. Наремонтировали аж на 642 тысячи. Богачи? Мы с тобой богачи. В следующей серии, возможно, купим уже даже дом на луне. Я просто очень его хочу. Ну, и еще нужно будет с тобой замутить этот дом в стиле киберпанка, естественно. И всю карту. Всю карту переделать. Следующее задание. Покраска дома. Тимофей. Тимошка. Звездочки. Здравствуйте, мы купили с женой дом и понемногу его ремонтируем. Я хотел бы попросить вас покрасить в нем стены, потому что мы пришли к выводу, что покрасить все в белый цвет это слишком скучно. К тому же необходимо установить недостающее устройство, то есть два кондиционера и две батареи. Надеюсь, что это не займет много времени, потому что мы хотели вскоре въехать. С уважением, Звездочкин Тимофейко. Тимофейко Звездочкин, мы тебе сейчас все заделаем так, чтобы ты не расплатишься, блин. Это мы можем. Меня за микрофоном опять не видно, блин. Что ты такое делаешь-то? Тебе нужно достичь 60%, это естественно. Ага, ага, ага. Так, а что получается-то? Помыть окна только. Давай, короче, пойдем пробежим все окна, помоем везде. Потому что это мы любим дело. Тем более оно у нас очень даже неплохо получается. Опа, отлично. Опа. Опа, 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 хорошо. Хорошо пошла. Такое увлекательное занятие на самом деле. Слушай, вводишь мышки по столу и вмоешь окна. Было так все просто в реальной жизни. Просто взял так вот, оп. Хоп, 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 хоп. А где еще? Видать, где-то я пропустил. Ну, где-то пропустил, а где не понял. Домин ты какой у тебя, слушай. Тимофейка. Огроменный дом. Огроменный просто. Я в нем уже заблудился. У меня в голове карта этого помещения не строится вообще. Я в шоке от размеров его дома. Так, здесь окон нет, это хорошо. А, грязь что ли есть? Нет, это полотенцесушитель только нужно поставить. Так, три окна в комнате. Ничего себе. Светлая какая комнатуха. С учетом ее площади, мне кажется, здесь трех окон более чем достаточно. Я как вспомню, как мы маленьким этим устройством отмывали эти окна. Прям вообще аж в дрожь бросает. Так, это мы уже выполнили сколько? Много мы выполнили, отлично. Так, здесь окна отмыты, все. Здесь окна отмыты, тут тоже вроде отмыты окна. И здесь отмыты окна. Покрасить цвета какао и песочной миндалью, установить кондиционер. Так, это вот это вот... А, это везде, короче, нужно... Я понял. Так, закрываем сразу окошки, двери и закрываем вот эту дверь. Покупаем большую краску и песочный миндаль. То есть нужно разделить. Но давай какао будет вот тут, а песочный миндаль будет вон там. Хотя, миндаль давай вот тут, а какао будет тут. Хорошо. Какао поставим ее вот, эмочку, наверное, купить вот сюда. А миндаль, эмочку, поставим вот сюда. И начнем красить вот так. Угу. Лепота. Я так понимаю, можно здесь покрасить все в один цвет. Никто нас за это корить не будет. Потому что здесь наверняка не учитывается... То есть после 50% не перестается считать... Это что такое? Не перестается считать цвет. Считаться. Свет. Цвет. Да ну, ты понял, короче. Так что можно было бы все замутить в один цвет. Но у нас задание... Че, я коран покрасил, что ли? Не может быть такого. Так что мы будем по заданию... Как в задании написано в два цвета покрасить. Мы будем красить в два цвета. Мы же не дураки какие-то. Мы же все-таки слушаем заказчика. Правильно, правильно. Тем более цвет какао очень красивый. Так. Еще по три бы стены бы красить, вообще было бы отлично. Да. Но не надо было ту красить стену. Дурилт картонная. Так, где тут? Оп. Угу. Тридцать девять процентов. Это же ведь так мало. Это же ведь очень мало. Ну, а дело не наше. Усмотри, как красивая какая кухонька. Только очень темная получилась. Ну, а гостиная будет, естественно, светлая. Как иначе. Давай границы сразу определим. А то же ведь, блин... Так, и вот здесь вот докрасим, чтобы оно потом не было вопросом, где мы не докрасили. Вот так вот сразу определим границы, чтобы отталкиваться именно от них. И погнали красить. Так, сорок девять процентов. Ну, уже много. Уже половину покрасили. Так. Уже пятьдесят четыре. Красота, да и только. Опять я наружную стену покрасил. Блин, ну... Кто может подумать, что я буду ее красить? Вообще, как я могу до тут достать через стену? Но, видать, игра не понимает, что мне ее красить не нужно, и она красит. Так. Так, так. Мне прям нравится этот цвет. Он такой хорошенький. Он такой прям светлый, красивый, тепленький. Даже не знаю, прям как его еще-то описать можно. Больно уж он хорош. Больно хорош. Так-с. Ну, чуть-чуть вот прям... Блин. Ай. Не достает, горит. Не достает. Ручки короткие. Ну, что поделаешь. Ручки короткие, не выросли. Восемьдесят восемь процентов. Смотри-ка, мы уже подходим к концу. Я надеюсь, что следующие комнаты будут немножечко меньше. И доставит нам гораздо меньше... Хлопот. Хлопот. Короче, меньше мы геморроя с ними поимеем. Все, установить кондиционер. Давай продавать лишнюю краску. Можно мебель продать, чтобы хоть немножко в плюс-то выйти. Всего 130 тысяч заработали. А шалеть. 33 кондиционера стоит. И куда бы его... Ага, вот сюда. Круто. Идти колотить. Вот на сложной сборке я бы, наверное, тут помер уже. Я бы не сделал это все. Так, здесь у нас покрасить светлый персик. Светлый персик это мы умеем. Купить сейчас. Отставить. Взять кисточки. И пойти охреначить в светлый персик все стены, на которые мы только видим. Вот это красота. Вот это я люблю. Вот когда такие огромные, просто простые, пустые стены, это красота. Удобно, быстро, без заморочек. Просто берешь, так вот мазюкаешь и потихонечку размазываешь. Кто говорит, что не нужно вот здесь торопиться, вот это типа красить надо по две штучки потихонечку. Красьте. Вам нужно, вы и красьте. А мы с тобой. Те, кому некогда вот этим вот заниматься, вот эти вот размусоливаниями, рассусоливаниями, мы будем красить быстро. Мы будем красить на результат. Мы будем быстро делать и денег больше зарабатывать. Пока те, кто хотят помедлить, помусолить что-то там, будут мазюкать одну стену 20 минут. А мы будем делать быстро, качественно, недорого. Ну, как недорого. Уже почти 200 кусков собрали с мужика. С Тимофейки-то с нашего. Тимофейка же вроде его там зовут, да? Звездочкин. 56% светлый персик. Да что ты будешь делать-то, ну? Хе-хе. Красься давай. Дурилка. Ага. Угу. Угу. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-па-пам. Так, закончилась краска на валике. Ну, это дела, ну, дела. Сколько там еще-то можно? Всего 82%, а где же остальное-то? А-а-а. Все, понял. Понял, понял. Все самое основное, вот оно. Тут самое интересное, что большая секция с маленькой, она одинаково считается, по-моему, по процентам. То есть он количество секций берет и дельт там на 100%. И получается 100% там нужно набрать. Ой. Все. А то, что вот эта маленькая секция, она... Да что ты будешь делать-то? Она не такая заметная и вообще, типа, красится за 5 секунд, никого не волнует. Так, ну, так вот надо поставить. Это самое сложное, по-моему, что мы только видели. В установке оно реально сложно. Тут нужно себе провода что-то соединить, повесить. Это вот... Тут вот распаячная коробка, как она правильно называется. Правильно установить. Давай все сразу, все провода засунем туда. Хорошо, тут провода самим не нужно таскать. А то, если бы надо было еще самому что-то таскать, я бы тут точно все напутал, и меня бы шиндарахнул током, и больше нам ничего не заказывали. Так... 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 Ляпота. Идем дальше. Погоди, там что-то он... Вот в той стороне от нас что-то хотят. Опа! Интересно. Девки пляшут постельный розовый. Ну, давай постельный розовый купить сейчас и поставить вот сюда, взять кисточку, валик точнее, и... И чего? Баганулась, короче. Она не хотела брать краску валиком. Представишь? Не хотел брать... Не хотел кисточку валик макать в краску. Совсем обнаглели. Игра совсем обнаглела, не хотела работать. Но я-то ее заставил. Естественно. Как она будет не работать еще? Ага. Нам-то нужно, чтобы она работала. Угу. 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 Ой. Мазюкайм, 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 мазюкайм. Да что, человек, ну откроем, а то уж дышать здесь нечем. Аж глаза кружились, правда, от краски, от этой. Так. Надо на процентаж и надо смотреть, в тот ли отцвет краш-то вообще. А то я могу перепутать и все. И буду красить просто так. Хотя я вроде из заданий покупаю краску, поэтому вроде как перепутать не должен, но... Но всякое бывает, и ты же меня знаешь, ну... Я же могу. Я же могу. Тут вопрос даже не в том, что я могу перепутать, я просто могу просто... Просто могу просто. Вот и все. Вот как бы даже тут разговаривать не о чем. Что ты лохматый такой, блин? Что такое-то? Что я такой лохматый-то, ну? Ой, как будто помяли меня всего. Отлично. Окна закрываем, а то воры залезут. Берем продавалку, продаем краску и идем в другую комнату. Осталось, я так понимаю, вообще чуть-чуть совсем. Давай-ка пойдем вон туда и установим здесь полотенцесушитель. Чтобы вот эта вот комнатка не оставалась вот этим маленьким заказиком установить. А потом пойдем красить в другую комнату стены. В лайм там, по-моему, надо покрасить стены. И, по-моему, наверное, это, конечно... Я могу ошибаться, но последняя комната останется. Да? Да? Да, последняя комната. Закрываем. Закрыто. Закрываем. Закрываем. Заходим. Закрываем. Берем банку с краской, берем эмочку, ставим посерединочке, берем кисточку, валик точнее, и пошли красить. И смотри-ка, как у нас здорово все получается. В 40 минут мы с тобой должны уложиться. Осталось 5 минут по краске и все. И все как по расписанию. Вообще, вот если вот так вот бы все серии выходили бы, то счастью моему бы не было предела бы. Все было бы по расписанию, все было бы по плану. А то как, блин, зайдет на полтора часа, так и все. И пиши пропало. И сидишь тут, записываешь, записываешь. А результат нулевой какой-то. И вместо двух там одно видео в день выходит после таких вот дел. Голова потом не соображает. А тут вот взял 40 минуток. Готов дело. Да, пусть мы с тобой немного сделали, но... Никто не говорит, что мы будем много делать. Мы с тобой играем по времени. А не по... Не знаю, там... А не пытаемся пройти за 5 серий игру. Я, конечно, понимаю, что можно взять и... Как это называется? Марафоны устраивать. Но марафоны устраивать в таких играх... Хотя можно. Но пока не будем. Что тут пока? Тут уже осталось-то хрен до маленько. Тут до марафона... Надо было раньше устраивать, короче. Марафоны все эти. Да я марафон не выжжу. Я не переживу его просто. Я как-то хотел запустить трансляцию по Факторио. И пройти ее достижение есть за 16 часов. Или за 15 часов. Короче, там плюс-минус. По-моему, за 15. Есть за 8, а есть за 15 часов. Вот я хотел ее запустить трансляцию и пройти за 15 часов. Но потом мои амбиции поутихли. И мое рвение поутихло. Потому что я понял, что ее пройти за 15 часов тяжеловато. И тем более на стриме говорить людям, что я буду... И пройду ее за 15 часов. Как-то не очень хорошо. А вдруг не пройду? Я, короче, перестал так думать. Перестал такое дело планировать. И, в общем-то, ты видишь меня здесь. Завершить заказ. Да, завершить. 400 тысяч мы с тобой заработали. Посмотрим, сколько у нас сейчас денег. И посмотрим, сколько стоит дом на Луне. И если что, в следующей серии мы его купим. Чтобы прям... Чтобы прям взять и... И прям посмотреть, вот что там интересного. Ну-ка, вся, давай, грузи быстрее. Сколько у нас деньжаток? 28 миллионов. Да, по-моему, у нас хватает денег для покупки дома на Луне. Да, 27 миллионов. То есть у нас даже лишний миллион почти остается. Ну, там, 900 с копейками. Да? 960, получается, тысяча у нас остается. И все, в принципе. Давай оставим это все дело на потом. И сейчас попрощаемся. Спасибо большое за просмотр. Поставь обязательно комментарий, напиши лайк. Увидимся с тобой в следующей серии, в других игрушках. До скорой встречи. Пока. Пока.